Плосьон отшелушивающий салицилик 2%. Это мягкий беспиртовой эксфолиант для регулярного применения. Также его можно использовать в профессиональных уходах. Как видно из названия, основной его ингредиент – салициловая кислота в количестве 2%. Это максимально допустимая концентрация салициловой кислоты, которую можно использовать в косметических средствах. Она обладает себорегулирующим комедонолитическим действием. И так как лосьон не содержит спирта, вот это отшелушивание происходит максимально бережно. Поддерживать салициловую кислоту в составе источник природных салицилатов, природного салицина – это экстракт коры белой ивы. И таким образом салициловой кислоты в целом получается в составе лосьона гораздо больше, чем чистой салициловой кислоты 2%. И соответственно экстракт белой ивы, он обладает и противовоспалительными свойствами, и отшелушивающими, так же как и салициловая кислота. Депантенол в составе отвечает за успокаивающий эффект, помогает при использовании на проблемной коже данного лосьона быстрее разрешаться воспалительным элементам, способствует заживлению воспалительных элементов и повышает устойчивость кожи как к агрессии как внешней среды, так и каких-то воздействий, которые мы можем делать, например, в процессе чистки лица. Экстракт ромашки обладает противовоспалительным и успокаивающим свойством. Экстракт зеленого чая – это антиоксидант. Помимо экстракта зеленого чая, который помимо антиоксидантных свойств еще обладает капилляропротекторным действием, есть добавлен такой ингредиент как дмайди, метиламиноэтанол, который в свою очередь является тоже антиоксидантом и усиливает действие других антиоксидантов и обладает еще свойством повышать упругость кожи, то есть давать эффект лифтинга. В профессиональном уходе лосьон с лицовой кислотой используется, как правило, в протоколах комплексных или мануальных, или атроматичных чисток лица. Наносится данный препарат на очищенную кожу на этапе разрыхления эпидермиса различными гелями для холодного распаривания. В домашнем же уходе лосьон можно применять 1-2 раза в день, соответственно, на очищенную кожу. И нужен он тем людям, у кого есть склонность к закупориванию пор, к образованию черных точек, к образованию комедонов, особенно закрытых комедонов. И он будет мягко отшелушивать кожу и не позволять кожному салу скапливаться в устьях протокол сальных желез. Данный лосьон лучше всего подойдет для обладателей комбинированной и жирной кожи, склонной к образованию комедонов. Наносить его можно на кожу лица, а также других сибарейных зон, плечи, грудь, спина, если есть необходимость. И нельзя его наносить на зону вокруг глаз.